МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый раз, начиная работу над новым выпуском программы, я убеждаюсь в том, насколько плохо мы знаем историю нашего города. Попробуйте как-нибудь выбраться в исторический центр Рязани и прогуляться там, внимательно всматриваясь в здание. И вы поймете, что эти стены хранят удивительные истории, о которых было бы неплохо, знайте нам с вами, коренным рязанцам. На ваших экранах программа «О чем молчит время» и мы приглашаем вас на увлекательную экскурсию по страницам истории нашего города. Выбор темы для очередной программы всегда занимает довольно много времени. Порой идеи подбрасывают знакомые, иногда помогает интернет. Но в этот раз на идею обратить внимание на старинные дома Рязани меня натолкнул подарок, который преподнесли мне на Новый год в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. Набор открыток, кратко рассказывающих об истории наиболее интересных мест и зданий города. Так и родилась идея устроить небольшую экскурсию. Конечно, самая древняя часть Рязани – это Кремль. На его территории сохранились здания, возраст которых составляет порядка 500-600 лет. Но и за пределами Кремля в историческом центре города можно найти памятники архитектуры с необычной историей. Кроме того, Рязань полностью сохранила историческую планировку. Так что само расположение улиц можно считать достопримечательностью. Но, к сожалению, многие здания, которые раньше украшали город, сегодня остались лишь в воспоминаниях старожилов. Мы с вами находимся на Площади Свободы. Сегодня, кроме небольшой, весьма сомнительного вида стелы, здесь нет ничего примечательного. А ведь когда-то в ее центре возвышался необыкновенной красоты храм. Церковь Воскресения Господней впервые упоминается в 1550 году. В конце 17 века из деревянной ее перестроил в каменную Яков Бухвостов, который приложил свою руку к созданию Успенского храма. Но, к сожалению, в 50-х годах 20 века церковь была полностью разрушена. Ну, а мы идем с вами дальше. Проходим мимо Рязанского художественного музея. Об истории этого здания мы уже рассказывали в одной из программ. И продвигаемся по улице Ленина в сторону Рязанского цирка. Улица Ленина сегодня считается самым центром нашего города. Огромное количество машин, людей. И лишь вечером здесь можно пройтись в относительной тишине и полюбоваться при свете фонарей на старинные здания Рязани и памятники. Однако так было не всегда. Вот, например, в 19 веке гулять здесь было наверняка крайне неуютно из-за отсутствия освещения. Ведь первая электростанция появилась в Рязани в 1913 году. Хотя стоит отметить, что именно этому отрезку улицы повезло чуть больше. Ведь освещен он был раньше. И все благодаря предпринимателю Морозову. Если вы не историк и не краевед, то вряд ли вам знакома эта фамилия. Что, в общем-то, неудивительно. Сегодня сведения о Морозовых скудны. Хотя они в свое время сделали очень многое для Рязани. Ну, например, вот этот участок улицы Ленина от городского парка до перекрестка с улицы Соборной осветили именно они на собственные средства. Есть очень такие популярные воспоминания Свинцитского о Рязани начала 20 века. Они популярны, правда, в среде, так сказать, людей, интересующихся историей, поскольку не опубликованы. Все это хранится пока в библиотеке Горького, в архиве рукописи. Вот. И там Свинцитский упоминает о Морозовых, что вот был такой замечательный предприниматель в начале 20 века в Рязани, который совсем не был похож на обычных предпринимателей, потому что он был такой технически подкованный, и он начал, значит, тут создавать одно предприятие за другим, и он осветил часть большой улицы, то есть часть Ленина от Соборки до городского парка. И народ, значит, радостно бросился гулять по этому участку улицы, потому что вот светло, как днем, замечательно совершенно. Имеющаяся информация была неимоверно скудна. Даже имени того самого Морозова не было известно. Но с помощью архивных документов удалось восстановить историю этой династии. Оказалось, что Морозовы выходцы из крестьян, вольно отпущенные, то есть будучи крепостными, значит, каким-то образом договорились с помещиком из села, небольшое сельцо Казначейево было где-то в районе Подвязье, то есть по Михайловской дороге. Первым выкупился на волю, значит, Федор Васильевич с сыновьями, уже взрослыми, 20-летние два сына, собственно, и вели сразу же с отцом здесь бизнес. Первым местом в Рязани, где обосновались Морозовы, стал вот этот дом на улице Краснорядской. На тот момент он был двухэтажным, с типичным проездом внутрь, с двух сторон от которого располагались торговые лавки. В них Морозовы продавали муку, бокалею и колониальные товары. Усадьба уходила внутрь примерно на 100 метров. Справа и слева располагались каменные здания, в которых находились различные складские помещения. На сегодняшний день эта усадьба сохранилась лишь фрагментарно, а вот главный крупный дом, который находился на углу улицы Соборная и Ленина, к сожалению, был снесен. На тот момент именно он стал центром предпринимательской жизни Морозовых, и в нем же была открыта гостиница и один из первых кинотеатров. Первые кинематографические аппараты в России появились в 1896 году. Тогда же начались показы первых короткометражных фильмов. Кинопоказы быстро стали модным развлечением, так что постоянные кинотеатры начали появляться во многих городах России. Первым стал кинотеатр, открывшийся в Санкт-Петербурге в том же 1896 году. Изначально вклад российских предпринимателей в кинематограф ограничивался прокатом импортных фильмов и эпизодическими съемками документальных короткометражных лент. Однако в период с 1907 по 1920 годы в нашей стране было снято более 2500 художественных фильмов. К сожалению, на сегодняшний день в отечественных и зарубежных киноархивах сохранилось всего лишь около 300 картин, и то, как правило, частично. Кинотеатр «Олимп», который позже был переименован в «Палас», Морозово открыли в 1910 году. И сегодня, благодаря сохранившимся газетам, мы можем узнать, какие фильмы предлагалось посмотреть рязанцам. Так, например, афиша газеты «Рязанская жизнь» за 4 октября 1917 года приглашала всех рязанцев посмотреть русскую драму в четырех актах «Душа клоуна». На возключение всем зрителям обещали показать египетские пейзажи съемки с натуры. Кроме того, неподалеку от Кремля Морозовыми был куплен или основан винный завод, с ассортиментом которого мы можем познакомиться и сегодня благодаря сохранившимся каталогам. А в том же доме, где был открыт кинотеатр, находилась главная техническая контора Морозовых, которая занималась не только электрификацией, но несла в дома Рязани все блага цивилизации – водопровод, канализацию и все необходимое оборудование. В библиотеке Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника сохранился каталог, где представлено все богатство ассортимента – ванны, унитазы, стиральные машины, кухонные плиты. Здесь же можно увидеть весьма любопытный штамп, сообщающий о том, что цены, указанные в каталоге в связи с удорожанием сырья, могут меняться. Итак, кто же именно из семейства Морозовых был этим выдающимся предпринимателем, сумевшим сделать такой огромный шаг на пути внедрения достижений прогресса? Казалось, что это сын Панкрати, самый младший сын Панкрати, Сергей Панкратиевич Морозов, который получил хорошее образование. Я думаю, он закончил первую гимназию. На 100% не могу сказать, но есть там такой выпускник – Сергей Морозов. Просто очень распространенная фамилия, поэтому сомнения некоторые остаются. Но затем удалось выяснить, что он, оказывается, окончил императорский технический институт в Москве, нынешний университет имени Баумана. То есть администрация университета подтвердила, что действительно в 906 году был у них такой выпускник. И вот, вернувшись в 906 году после окончания вуза, он и развернулся здесь с этими электростанциями. Как мне рассказывали, он планировал электрифицировать и Троицкую Слободу, то есть район площади Победы. То есть там, где должна была быть построена электростанция, которая принесла бы свет в дома жителей этой Слободы. Ну, что-то город там, значит, вот как-то не договорились они с городом, и город сам стал электрифицировать. Тем более, что вскоре здесь своя городская электростанция появилась и так далее. А вот родной брат Сергей Дмитрий Панкратьевич вместе со старшиной Морозовыми занимались традиционной благотворительностью. Так Дмитрий опекал церковь Святого Духа, жертвовал деньги на золочение куполов и ремонт. А рядом с церковью для ее служителей он построил вот это двухэтажное здание с каменным низом и деревянным верхом. В этом доме часто бывали братья Пироговы, это выяснили наши, значит, следователи в музее, Наталья Витальевна Максакова. Братья Пироговы, которые там распевались, значит, вдохновленные вот этими прекрасными панорамами на окун, на заливные луга, что открывались с балкона, с окон этого здания. Так что это здание при всей своей скромности тоже, в общем-то, могло бы претендовать на некую мемориализацию, музеификацию. В общем-то, идеи такие обсуждались в музее. Но вернемся к зданиям, которые некогда принадлежали Морозовым. Именно они стали последними владельцами дома, который сегодня мы называем домом Салтыкова-Щедрина. Собственно говоря, эта программа родилась именно благодаря желанию рассказать об этом памятнике архитектуры. Но не всегда результат соответствует замыслу. Хорошо это или плохо, решать только вам. Но, тем не менее, несколько слов об этой усадьбе постройки начала 19 века мы скажем. На сегодняшний день историки считают этот дом одним из самых интересных памятников архитектуры нашего города. Ведь он буквально насыщен историей. Формировалась эта усадьба в тот период, когда Рязань только начала застраиваться по регулярному плану. В самые первые годы 19 века. И определяющую роль в истории этого дома играли женщины. Первая владелица, жена Городничева. И, значит, последующая была супруга рязанского губернатора Шишкова, которая и построила на купленном участке дом. И далее там и подполковница Маслова, и купчихан Зимирова. И последние владельцы перед 1917 годом, купцы Морозовой, которые тоже оформили этот дом на Любовь Ивановну Морозову. То есть вот вся эта линия, за редким исключением, женщин. То есть они строили, они перестраивали, не буквально, конечно, там кирпичи клали, но, в общем-то, это их воплощенный замысел. Первоначально это была роскошная аристократическая усадьба, представляющая собой компактный снаружи и довольно просторный внутри двухэтажный дом с красивым балконом, который, к сожалению, сегодня мы можем увидеть только на старых фотографиях. Рядом с домом располагались хозяйственные постройки, погреба, амбары, а также был выкопан пруд и разбит парк. Однако судьба дома сложилась таким образом, что в нем стали жить люди чиновные. То есть Салтыков-Щедрин – это не единственный эпизод в его истории. После того, как дом был построен, первым квартирантом, скажем, в этом доме был рязанский генерал-губернатор. Вот. Затем, значит, опять же, губернское правление снимало этот дом, и там жил глава контрольной палаты для других, так сказать, лиц снимался. И, наконец, значит, 58-й год, когда сюда прибывает Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, значит, для него, опять же, губернское правление снимает этот дом. Сейчас можно много всяких сказочных историй прослушать про то, значит, насколько скромен был вице-губернатор, и как вот он вот этот вот маленький домик, значит, себе снял и так далее. Ну, это все глупости несусветные. Дом большой, дом хороший, но это не прихоть и даже не желание, можно сказать, Михаила Евграфовича. Ну, вот снимали этот дом и снимали. Не изменили его общественного назначения Морозовы. Правда, в первые годы владения этой усадьбы они там же и жили. А потом построили еще один дом рядом, сегодня в нем располагается Министерство культуры, и переселились туда. А большую усадьбу, опять же, начали сдавать в наем различным общественным организациям, в числе которых оказался и семейный кружок. Семейный кружок – это во второй половине XIX века была такая интересная очень организация в городе, которая занималась досугом горожан. То есть там какие-то вечера собирались, благотворительные баллы. В более поздний период, в начале XX века, это здание снимала для себя квартировавшаяся в городе артиллерийская бригада. Там находился ее канцелярия и военный клуб. Получается, что на всем протяжении своего существования этот дом выполнял по большей части общественные функции. По сути, ничего не изменилось и сегодня. Не так давно в этом здании располагался отдел библиотеки имени Горького. Ну а в скором времени, будем надеяться, здесь откроется центр Александра Солженицына. Вот так от истории зданий и улиц мы с вами постепенно перешли к истории людей, которые некогда жили на этой земле. На этом наша экскурсия подходит к концу. Надеюсь, что вам было интересно. Если это так, то не забудьте включить телевизор ровно через месяц. Мы продолжим. До встречи.